АС-2Д – гордость самарских инженеров. Спутник, созданный учеными РКЦ «Прогресс» и университета имени Королева. Это первый аппарат дистанционного зондирования Земли, который не только спроектирован и собран в Самаре, но и наши же специалисты ведут спутник по его орбите и проводят сеансы связи. Но если не на крыше мира, то точно можно сказать, что мы находимся на крыше «Прогресса». Сзади меня сфера, а внутри нее антенна, которая принимает сигнал из космоса. Внизу специалисты этот сигнал расшифровывают, чтобы увидеть Землю такой, какой ее видит наш самарский АС-2Д. В комплекс обработки поступает Рафаэл. Рафаэл представляет собой некую такую структуру, букв, цифр, знаков, которые структурированы в столбце и в строке. И на первый взгляд обычному обывателю непонятно, что это такое. Все это начинает преобразовываться в видеоданные, одновременно формируется телеметрия. Телеметрическая информация подтверждает. АС-2Д надежды своих создателей оправдывает. И прежде всего это касается оптико-электронной аппаратуры «Аврора». Это фактически комплекс, через который ребята, операторы, в основном молодые ребята, могут заниматься съемкой земной поверхности. Их можно сравнить с фотографами, у которых на вооружении очень хорошая и дорогая техника. В сутки АС может снимать более 80 тысяч квадратных метров земной поверхности. Это как две Швейцарии. Причем для аппарата это не предел, уверены специалисты. Свой первый снимок комплекс сделал 11 мая. И с тех пор отснял больше трех миллионов квадратных километров земной поверхности. Высокое качество кадров не может не радовать специалистов, ведь это значит, что все конструкторские и технические решения были верными. Аппарат действительно сейчас прилично работает. У него высокие качественные характеристики для своего класса. И все блоки и устройства работают нормально. И мы постоянно получаем информацию с этого космического аппарата. При их характеристике разрешения порядка двух метров из полосой захвата, таких аналогов, ну и даже не то, что в нашей стране, в общем-то они конкурентно способны и с западными спутниками. Для прогресса АС-2Д первенец в нише малых аппаратов дистанционного зондирования Земли. Он позволит делать недорогие, но качественные изображения земной поверхности в различных диапазонах. Возможностями АС-то уже заинтересовались в МЧС России и госцентре природы, где занимаются картами и планами городов. За время испытаний спутник отснял уже почти весь мир, ну а над родной Самарой АС-2Д пролетает каждую неделю. Валерия Макарова, Василий Колдашов. События. Валерия Макарова, Василий Колдашов.